Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех! Сегодня я предлагаю вам вспомнить драматичнейшую развязку одного из самых интересных турниров нашего времени, а именно турнира претендентов, который проходил в Лондоне в 2013 году. Как мы помним, на финише этого соревнования велась острейшая борьба за выход на матч против Виши Ананда между молодым норвежцем Магнусом Карлсоном и многоопытным россиянином Владимиром Крамником. Перед последним туром у этих шахматистов было одинаковое количество очков. Крамник играл черными против Василия Иванчука, а Карлсон – белыми против Петра Свидлера. Нужно отметить, что дополнительные показатели складывались в пользу норвежца. Поэтому Владимир Борисович, играя черными фигурами, избрал очень резкий дебют – защиту Пирца Уфимцева. Нужно отметить, что его соперник Василий Иванчук давно утратил шансы на выход на матч с чемпионом мира. Украинский гроссмейстер играл крайне неудачно, но отдельные партии ему все же удавались. Например, против того же Магнуса Карлсона, которого он сокрушил черными фигурами. И вот в последней партии этого турнира Иванчук играл белыми, прекрасно понимая, что Владимиру Крамнику нужна только победа. Конечно, в такой спортивной ситуации, какой-то пресной, неинтересной партии, получиться просто не могло по определению. И шахматисты действительно оправдали ожидания болельщиков шахмат во всем мире. Итак, Василий Иванчук сыграл d4, в ответ d6, e4, конь f6, конь c3, g6. Как уже было сказано, Владимир Крамник на эту важнейшую партию избрал защиту Пирца Уфимцева. Василий Иванчук реагирует солидным ходом конь f3 и после слон g7 ставит слона на e2. 2-0, 2-0, h6. h3 играет украинский шахматист и после конь c6 выводит слона на g5. В этом положении черные могли сразу поставить пешку на h6, прогнав слона на e3 и ударить по центру ходом e5. Но Владимир Крамник играет нарочито резко b5, создавая угрозу b4 и далее взятие на e4. Поэтому a3 играет Иванчук, h6, слон e3 и e5. Здесь белые могли закрыть центр, отогнать коня на e7, ходом ферзь d2 выиграть темп, заставляя соперника защищать пешку и пойти конь h2 с дальнейшим f4. Но Василий Иванчук избирает другой план. Он все же меняется на e5 и в этой позиции, к чести Василия Михайловича, он не стал брать на d8. Дело в том, что размен ферзей быстро приводил к полному выхолощиванию позиции. Ладья fd1, слон e6, забрали на d8, забрали на d1, слон f8, прикрывая поле c5 с дальнейшим король g7. Это легкофигурное окончание абсолютно равное. Но Василий Иванчук, ходом ферзь c1 с нападением на пешку h6 и освобождением поля d1 для ладьи, показал, что борется в этой партии за победу. Конечно, в такой ситуации и крамнику проще играть на перехват. Ведь давно известно, что труднее всего выиграть у того шахматиста, который сам не хочет победить. Король g7, играет крамник, слон c5, нападая на ладью, ладья d1, слон d7 и b4. Ферзь c8, играют черные, ферзь e3. У крамника явно не хватает пространства, но российский игросмейстер не унывает. Все же позиция полна жизни, шансы осложнить борьбу остаются. Конь d8, играют черные, и здесь Иванчук ставит пешку на a4, цепляясь за черную пешку b5. Крамник не стал ее защищать ходом c6 и забрал на a4. Конь бьет a4, конь e6. В этой позиции брать на e5 нельзя, потому что черные меняются на a4 и забирают на c5, нападая на ладью и белого коня. Нужно брать коня ферзем, защищая коня e5, но еще один удар конь e4 с двойным нападением на коня белых и вновь белый ферзь под ударом. Черные здесь выигрывают фигуру. Поэтому после хода конь e6 Иванчук отравленную пешку e5 брать не стал, пошел слон c4. Конь h5, играют черные, конь c3, конь hf4 и конь d5. Слон b5, играя открамник, предлагая размен белопольных слонов. Но Василий Иванчук отходит на b3, имея в виду ход c2, c4. Черные заранее отводят слона на c6, ладья a5, ферзь b7 и точный ход g3. Василий Иванчук жертвует пешку a3 ради вскрытия крайней вертикали на королевском фланге и создания неприятностей черному королю. У черного коня нет удобных полей отступления, поэтому забрал на h3 крамник, далее конь hg5, ладья h1. Белые угрожают двойным взятием на g5. И тут у черных был любопытный шанс, конь бьет e4, после взятия f5, ферзь c4, ладья a d8. Ощущается ослабленность в белопольной диагонали, но точным ходом слон e3, белые защищают коня d5 и присматриваются к пешке h6. Форсированный вариант продолжается. Слон b5, ферзь h4, взятие на d5, белые пожертвовали фигуру, но бьем на h6. Ладья d6, взяли забрали, ферзь h7, король f8 и на доске создалась очень запутанная позиция. Видимо это именно тот путь, по которому нужно было пойти российскому гроссмейстеру, для того чтобы получить хорошие шансы на победу. Но Крамник решил отойти королем на g8 и оставил пешку e4 на доске. Конь бьет g5, забираем, f3. Теперь Иванчук надежно укрепил свой центр и сохранил серьезную компенсацию за пожертвованную ранее пешку. Слон бьет d5, сыграл Владимир Крамник и после слон d5 сыграл c6. Слон c4 играет Иванчук, прицеливаясь к пешке a6. Сложилась очень интересная ситуация, как на доске, так и в целом, с точки зрения борьбы в двух соседних партиях. После окончания этого поединка Крамник сказал, что в нормальной спортивной ситуации сыграл бы тот конь e6. По мнению россиянина, этот ход должен был привести к равенству и очень вероятной ничьей. Действительно, после слон бьет e6, ладья e6, ферзь d3, h5, ладья a1, слон f8, белые отыгрывают пешку, но позиция сильно упрощается. Партия переходит вот в такое абсолютно равное ладейное окончание. Как мы видим, в оценке хода конь e6 российский гроссмейстер оказался абсолютно прав. Но проблема состояла в том, что в данный момент не было понятно, чем же закончится партия Карлсона и Свидлера. Там также была весьма сложная позиция, игра велась на все три результата. Поэтому Крамник не делает хода конь e6 и, избегая массового размена фигур, ставит ферзя на c8. Ферзь b3 играет Иванчук, присматриваясь к пешке f7 после h5 слон e3, черные все-таки перекрывают диагональ a2 g8 своим конем, ладья h a1. Белые вот-вот отыграют пешку a6 и начнут осаду другой слабости черных на ферзевом фланге. Поэтому от Крамника требуются резкие решительные действия на противоположном участке доски, на котором, напомню, у него лишняя пешка. h4 играет Крамник, ослабляя черные поля соперника, после взятия ферзь d8, ладья бьет a6. И здесь, в желании максимально осложнить борьбу, Крамник допускает серьезную ошибку. Ему нужно было все-таки забрать ладью на a6 и сыграть конь f4 шах. После взятия ef белые забирают на f7, король h8, но брать ладью нельзя, так как черные переходят в резкую контратаку по черным полям. Ферзь d2 шах, король h3, ферзь f2 с неизбежным ферзь g3. Поэтому здесь белым нужно бить не ладью, а пешку, но и тут ферзь d2, король h3, ферзь d7 шах, король g2, ферзь бьет c6, взяли-забрали, ферзь d5. У белых за слона три пешки, вполне достаточный материальный эквивалент. Эта интересная позиция примерно равна. Так Владимир Крамник мог в конце концов добиться ничей, которая, как потом оказалось, открывала ему путь ко второму в его карьере матчу против Виши Ананда. Но опять же, в этот момент совершенно не было ясно, чем закончится партия конкурента Владимира Крамника, норвежца Магнуса Каусона. Ладья c8 играет Владимир Борисович, сохраняя побольше фигур на доске. Ладья h1 играет Иванчук, ладья c7 и взятие на e6. b5 играет украинец. Он на все 100% пользуется вот таким подвешенным состоянием своего соперника, который не знает, на какой результат ему нужно играть. Для Иванчука же все просто. Давно утратив шансы на первое место, он играет в последней партии строго на победу. Если забрать пешку b5, то последует взятие на e6 и позиция черных разваливается. Ладья f7, ферзь бьет g6. У белых уже две лишние пешки и выигранная позиция. Поэтому ладья b7 играет Крамник, связывая белую пешку, но та становится проходной. И я на шестую линию. c5 играют черные. Контрольным сороковым ходом Иванчук укрепляет свою пешку b6, ладья b1. Если тут пойти слон f6, попытка подключить слона к атаке на королевском фланге, то белые быстро гасят активность соперника точным ходом ферзь d5. Централизованный белый ферзь создает серьезные угрозы. Ладья b8 взяли-забрали слон c5. Это окончание для черных совершенно безнадежно. Поэтому слон f8 играет Крамник, прикрывая пешку c5. И тут Иванчук ставит ферзя на d5. Эта централизация фиксирует решающее преимущество белых. Именно сейчас ситуация на соседней доске прояснилась. Стало очевидно, что Карлсон белыми проигрывает Петру Свидлеру. Но это слабое утешение для Владимира Крамника, который просто созерцает руины своей позиции. Положение черных стратегически безнадежно. Тактических же моментов, которые способны запутать игру, у черных уже не осталось. Ферзь b8 сыграл Крамник, избежав размена ферзей и защитив ладью. Но ладья b a1. Ладья d6. Ладья a8. Происходит размен. Ферзей взяли. Забрали. Партия перешла в эншпель, который совершенно безнадежен для черных. Действительно, черные не вправе брать пешку b6. В этом случае последует ладья a8, связывая слона и заздавая две угрозы. После король g7 просто забираем слона и наносим двойной удар, оставаясь с лишним слоном. Поэтому Крамник сыграл слон d6, но ладья a6. Ладья b7. Король f1. Белые в этой ситуации просто пробегают королем по белым полям на ферзевый фланг, не оставляя черным никакой контр-игры. Поэтому тут, все осознав, Владимир Крамник сдался. Таким образом, обе важнейшие партии последнего тура турнира претендентов завершились поражением лидеров. И Владимир Крамник и Магнус Калсен, получив ноль в последнем туре, пришли к финишу вровень. Но, как уже было сказано, дополнительные показатели складывались в пользу норвежца. Так, Магнус Калсен стал победителем турнира претендентов 2013 года, вышел на матч с Виши Анандом, которого сокрушил, став чемпионом мира под номером 16. Что же касается Василия Иванчука, то, несмотря на его явно неудовлетворительный общий спортивный итог этого турнира, седьмое место при восьми участниках, все же этот украинский гроссмейстер прямо повлиял на распределение мест в верхней части турнирной таблицы. Выиграв у обоих лидеров, сначала Магнуса Калсена, а затем и Владимира Крамника, Василий Иванчук вновь доказал, что является шахматистом хоть и нестабильным, но по-прежнему весьма сильным, способным поставить серьезные проблемы даже лучшим шахматистам своего времени. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.